Штрафодобывающая Россия вышла на новый уровень. Верховный суд разрешил штрафовать без масочников по фото. Начало этому прецеденту положил московский продуктовый магазин, куда с проверкой нагрянули чиновники. Увидев продавца без маски, они насыпали магазину по 26.1. Это не выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Штраф 100 тысяч рублей для магазина оказался внушительным и в желании его оспорить директор дошел до Верховного суда. Но тот поддержал своих коллег снизу и оставил штраф в полном объеме, тем самым положив начало новому способу пополнения казны. А че, прикольно придумано. Теперь можно сдавать любого своего врага на растерзание суда. Фотошоп-то никто не отменял. И для него убрать маску или дорисовать не составит вообще никакого труда. Но самое интересное – это формат жалобы и способ добытых доказательств. Тут иногда скрины делаешь, фото и видео предоставляешь, а тебе в ответ не имеют законной силы, собраны с нарушением закона. И ты бегаешь и доказываешь, что запись подлинная, что сделано именно в этом месте и в этот день. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак медиа и реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Зато смотрите, как все просто, если дело касается масок. Взял старую фотку врага, выслал в компетентные органы и вуаля, твой недруг собирает смс-ками на штраф. Хотя, погодите, нет, это все сделано совершенно с другой целью. Помните, не так давно я рассказывала про увеличение числа камер и про систему распознавания россиян по лицу, походке и даже предметам. Правда, тогда я думала, что распознавать и штрафовать будут за несанкционированные митинги. Оказалось, все гораздо масштабнее. Просто кто-то очень хотел новый бизнес, а все интересные ниши уже заняты. Вот тут и пришла идея штрафовать по лицу. Теперь даже понятно желание властей каждому из нас выдать QR-код. Ну, просто в ближайшее время наверняка изобретут систему, которая научится их считывать на расстоянии. Считывать и автоматически разводить на штраф. И вот ты уже не в России, а где-то в Китае, где вместо 100 рублей на твоем счете 100 баллов. Где власть, улыбаясь, рассказывает тебе, что тотальный контроль это спасение от вируса. Где ты как бы личность, но за тебя уже давным-давно все решили. Пацаки, почему не в намордниках? Повернись. Приказ господина ПЖ всем пацакам надеть намордники и радоваться. Хотя о чем я? С появлением вируса, масок и вакцинации мир разделился вовсе не на ваксеров и антиваксеров. Мир разделился на больных и здоровых, причем на голову. И об этом отчетливо молвят говорящие рты федеральных каналов. Гейнсбург, например, за QR-коды и сегрегацию. Я всегда настаивал и настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. И не только вводить QR-коды, а с помощью QR-кодов жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных. Или вот другой персонаж, и все из той же касты федералов. В программу «Дайте сказать», честно говоря, видел ее впервые, пригласили небезызвестного Антона Красовского для обсуждения темы вакцинация и беременность. Ведущие утверждали, что с планированием детей после укола следует подождать. И естественным образом задались вопросом, а почему? И тут Антошу поднесло. Потому что вы такие же антиваксеры. Вы абсолютно все антиваксеры. Вы классические причем антиваксеры. Вот они именно так вот и выглядят, как вы. С укладочками, телки такие до 30 лет. И даже те, кто привелась, я привелась. Это все? Молодец. Я классический антиваксер? Ну, конечно. Та-да-да-да. Антоша, как всегда, в своем репертуаре. Я знаю вопрос на ваш ответ. И я сейчас не оговорилась. Но так как задан он в крайне неудобной позе, точнее форме, то ловите истерику. В том же интервью Красовский обвинил всех врачей России в некомпетентности и призвал россиян вакцинироваться даже при таких болезнях, как рак и СПИД. Ну, да-да, вам такое говорят. Вот что я вам говорю, уже 20 минут, блядь. Ну, это врачи, тем не менее. Ты пы, я блядь. Если вы думаете, что все вышесказанное – это кринш уровня бог, то вы глубоко так заблуждаетесь. Потому что после выхода этой программы не на шутку возбудились и чиновники. Точнее, одна – единоросс Людмила Стебенкова. В эфире Первого канала заявившая, что после вакцинации гарантированно беременели все – и женщины, и мужчины. Беременели после вакцинации и женщины, и мужчины. И мужчины беременеют. Так вот почему со следующего года так называемый материнский капитал Минтрут собирается выплачивать и одиноким отцам. Теперь все встало на свои места. Ну, хоть тут гештальт в назревшей дискриминации закроется. А то сегрегационно-дискриминационные методы проникли настолько глубоко в Россию, что дошли уже и до базы недвижимости ЦИАН. Теперь сервис запрещает указывать в объявлении расовые принадлежности. Типа «сдаю квартиру всем, но кому именно – уточняйте по телефону». Хотя также запрет упал и на наличие животных, детей и вредных привычек. Только вот почему и зачем такие сложности, лично я не поняла. А сложности реально будут, потому что арендаторы будут звонить по абсолютно всем объявлениям, беспокоя всех собственников. А собственник будет вынужден снимать трубку со словами «сдаю только крещеным с рыжими волосами». Остальных прошу не беспокоиться. В Ангуй в скором времени появление новой профессии «россиянин на час». И все у всех будет зашибись. Главное не падать раньше выстрела. Да ладно, не жмоттесь, это не корпоративно. На этой неделе в Госдуму внесли закон о повышении зарплат помощникам депутатов. Видимо, сходив пару раз в магазин, помощники поняли, что тех 300 тысяч в месяц, что они получают, на жизнь явно не хватает. И закинули удочку на повышение окладов сразу на 87 тысяч рублей. На это федеральный бюджет в следующем году выделит 761 миллион, в 2023 году – 794 миллиона, а в 2024 году – 822 миллиона рублей. Теперь понятно, зачем понадобилось замораживать накопительную часть пенсии еще и на два года. Ну, просто слуги народа, а точнее слуги слуг народа не доедают. Так вы им тогда и коммуналку отмените, и обеды бесплатные сделайте. Это же пенсионеры могут и носочки связать, и старую герань продать, в желании хоть как-то выжить. А аппарат на такие подвиги не способен. Не поднимут зарплату, тут же вымрут, как мамонты. Бедненькие они у нас ни к чему не приспособлены. Хотя, о чем мы жалуемся? Им зарплаты уже давно не поднимали, а нам, между прочим, рот в следующем году увеличили аж на целую тысячу рублей. Почувствуйте разницу, называется. Нам тысячу, им восемьдесят семь. После Нового года рот повысят на тысячу рублей. Мы спросили у людей на улицах, что они об этом думают. Ну, один раз в магазин, даже чуть-чуть мясного. Короче говоря, друзья, жить можно, но недолго. Но знаете, кто в этом виноват? Думаете, чиновники? Нет, народ. Тот самый, который сначала фальсифицирует выборы, а потом громко так орет о недополученных премиях. Это я сейчас о ту винцах, которые, по мнению некоторых изданий, на осенних выборах показали нужный власти результат. Естественно, сделано это было за деньги, но их члены избиркомов не получили. Ну, или почти не получили, потому что те 20-40 тысяч, которые упали на стол за исправительные на выборах работы, подтасовщиков не устроили. И по факту мошенничества они решили обратиться в правоохранительные органы. Тем более, что карман, где осели более трех миллионов рублей, избиркомовцам хорошо известен. Полтора миллиона получил руководитель избирательной комиссии, миллион – его заместительница, еще 700 – секретарь избиркома. А остальных просто благословили на великие подвиги и отпустили с Богом. Теперь изменники Родины надеются на помощь следствия. Но что-то мне подсказывает, друзья, что это именно тот случай, когда следствие выйдет на самих пострадавших. Трудно только первые 25 лет, потом, как правило, уже привыкаешь. Это я про ипотеку. Вслед за Сбербанком повысить свою ставку по кредитам на жилье решил и банк ВТБ. Но есть одно существенное условие только для нас с вами. Весной этого года Банк России впервые провел повышение до 7,5% годовых. По мнению Набиулины, и это не предел. В декабре ключевая ставка может стать существеннее еще на 1%. Первым отреагировал банк ВТБ. На этой неделе повысивший ставку до 9,3%. В ближайшем будущем, по словам представителей финансовой организации, эта сумма может стать двузначной. То есть перевалить за 10%. Но повторюсь только для нас с вами. Для сотрудников Роскосмоса, например, ипотека наоборот станет доступней. Причем купить квартиру под 0,1% годовых смогут не только российские космонавты, но и кандидаты в космонавты. В телеке, конечно, хорошо, но в космонавтах лучше. Я в Рогозины пошел, пусть меня научат. Там есть такой товарищ Максим Овчинников, который, честно, признался, что только в этом году жизнь космонавтов удалось улучшить прямо в разы. Была увеличена зарплата, разработана специальная страховая программа, добавлена льготная, а я бы сказала, бесплатная ипотека. Главное тут, как говорится, дом до чиновников правильно выбрать. А то, знаете ли, возвращайтесь из полета, а вместо квартиры груда га**а и палок. Как, например, это произошло в Карелии. Там чиновники по ошибке снесли не тот дом. Нападению техники вместо 17-го подверглась постройка с номером 28. К счастью, дом уже был расселен, но сносить его собирались не ранее 23-го года. К тому же в нем остались прописанными люди. Короче говоря, о поступках чиновников либо хорошо, либо никак, потому что жизнью там и не пахнет. Вы смотрите Вести Бескиселева на канале Реальная журналистика. А я напоминаю, что второй выпуск итоговых новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. В этом выпуске расскажу, какой город может получить гордое название Путинград, почему Бастритин решил обнулиться, где и за что два майора получили по шее, и что нас ждет дальше после того, как лишат личного автотранспорта. Обо всем об этом расскажу на Ермаке, переходите по ссылке в описании, новости обсудим в комментариях. Ну и в заключении программы о приятном. Единоросс Хамзаев предложил россиянам провести новогодние праздники культурно. Для этого чиновник предлагает сделать вход в кино, театры, музеи и спортивные комплексы бесплатными. С такой инициативой он обратился в Минкульт и до конца года ожидает реакции. Надеюсь, господин Хамзаев, ваши усилия направлены исключительно на государственные развлекательные мероприятия. Вы ведь не собираетесь обязать работать бесплатно частников, которые и так в пандемическое время кое-как выживают. И праздники для них – это последний способ заработать деньги. Но, друзья, новость была бы неполной, если бы я умолчала триггер ко всему происходящему. В обмен на бесплатное посещение музея Хамзаев предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По-другому, считает чиновник, от бутылки россиян не отодрать. Но, друзья, сдается мне, что кто-то на перепродаже алкоголя втридорога знатно так собирается обогатиться. Понятно же, что если не хватит способ, чтобы хватило, мы найдем. Мы же в России, у нас безвыходных ситуаций не бывает. Вот входные, да, но они, как правило, отверстия для принятия алкоголя. Друзья, спасибо вам за вашу адекватность, спасибо за то, что понимаете мой сарказм и юмор, спасибо за то, что мы с вами на одной волне. Но у меня на этом все, надолго не прощаюсь, увидимся завтра и только на Ермак Медиа. Всех люблю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok